Эта корона вместо точки над буквой «И» должна красоваться над головой каждой участницы известного и любимого многими вокального квартета «Джингл». Концерт, посвященный десятилетнему юбилею коллектива, состоялся во Дворце культуры. В начале программы их и представляли почти по-королевски. Мастер абсолютного звука Татьяна Глазкова, город Ярославль. Фея мелодии Надежда Юсупова, город Москва. Богиня аранжировки Кристина Астафьева, город Москва. Повелительница диапазона Ольга Фелькер, город Буй. Да-да, они живут в разных городах, но соединены песней. О певицах так и говорили. Они сами – звук, они сами – музыка. А она, как известно, звучит сквозь пространство, ведь для нее нет никаких преград. Известно, что скорость звука – 1224 км в час. И если в Ярославле запоет Татьяна Глазкова, то через 13 минут в Москве ей будет вторить Надежда Юсупова. И спустя 2-3 минуты на другом конце столицы их услышит Кристина Астафьева и подхватит любимый Материн. Песня полетит, помчится сквозь пространство и за 21 минуту достигнет маленького города Буй, где ждет Ольга Фелькер, чтобы вовремя начать свою партию. И заскучит во вселенной вокальный квартет. Четыре прекрасные девушки, профессиональные певицы, обгоняющие скорость звука. Они сами – звук, они сами – музыка. Для их творчества не существует расстояние. Они – вокальный квартет. Джингл. Концерт вела Евгения Гаврилова из Костромы. Она и поведала зрителям историю джингл. Название переводится с английского как «звонкий». Действительно, голоса певиц звучат очень звонко. В 2010 году здесь, во Дворце культуры железнодорожников, солистки студии «Время» почувствовали, что у них есть общий секрет. И тогда они создали свой проект. Объединились в квартет, который вскоре зазвучал на различных сценах. Стал выступать на концертах, праздниках в городе. Принимать участие в конкурсах и фестивалях, не только региональных и российских, но и международных. Результат этой деятельности – лауреатство во многих вокальных состязаниях. Дорогие друзья, здравствуйте, добрый вечер. Мы рады приветствовать вас сегодня в этом зале. И рады, что вы разделили наш сегодняшний праздник. Такую круглую дату – 10 лет. Первой песней, которую девушки исполнили вместе в составе квартета «Джингл», стала песня «Тополя», исполненная также и на юбилейном концерте. В 2012 году, через два года после создания коллектива, его участницы решились на творческий эксперимент. Эта песня называется «Виз Лав Бэйби». Она была для нас своего рода экспериментом. В нашу группу влились потрясающие два мальчика. Это Дмитрий Гочеренко и Дмитрий Лавров. Дмитрий Гочеренко – потрясающий буретон, который украсил не одну нашу песню. И Дмитрий Лавров, который исполнял битбокс и придал новое звучание этой песне. Сегодня мы исполняем ее женским составом, но, надеюсь, вам ее понравится не меньше. С любовью, детка! Руководитель коллектива Кристина Оставьева является автором аранжировок к некоторым вокальным произведениям, исполняемым квартетом «Джингл». За 10 лет, что существует коллектив, многое изменилось в жизни каждой участницы. Они разъехались по разным городам, но квартет продолжает жить, успешно работать, имеет звание народный и подтверждает его. Завязались творческие связи, которые всегда привносили в творчество группы свою изюминку, делали «Джингл» еще более популярным и любимым. На самом деле, почему мы так долго сохранились и не ушли из творческой деятельности? Потому что есть у всех наших участниц, конечно же, огромное желание, желание не только выступать, но и не только для себя выступать, но и отдавать зрителям, публике ту энергию, тот творческий потенциал, который у каждой из нас есть. Мы, как вы знаете, кто был на наших предыдущих концертах, мы любим эксперименты. Группа «Джингл» любит приглашать разных новых интересных артистов на наши концерты. И мы делаем небольшие коллаборации с ними. Вы помните, на предыдущих концертах за эти годы с нами выступал на одной сцене Стас Нейфельд, Германия, Александр Коробков, Санкт-Петербург, саксофонисты. Мы пели с Еленой Комаровой, Калина Фолк, вы ее прекрасно все знаете и любите. Недавно мы познакомились, как уже год, наверное, в 2019 году с прекрасным Костромским квартетом «Дебют». Руководители Ларисы Горьевы, она сегодня появится у нас здесь, и пригласили их отметить нашу великолепную десяточку дату вместе на нашей сцене. Они уже были у нас, выступали на этой сцене, кто-то их, может быть, уже видел, на этой юбилее дворца выступали. И хочется пригласить ребят на сцену «Джингл-дебют», потому что ведь музыка нас связала. Музыка нас связала, тайны наши стало, всем уговором держу я в ответ. Нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайны наши стало, всем уговором держу я в ответ. Нас не разлучат, нет. В составе Костромского квартета «Дебют» Родион Коваленко, Леонид Кисель, Андрей Яковлев, Алексей Корольков руководит квартетом Лариса Корьева. Дебют стал участником юбилейного концерта «Джингла». Солисты пели отдельно своим коллективом и, конечно же, вместе с «Джингл», что звучит очень гармонично. Творческие люди любят эксперименты. Одним из таких экспериментов стало создание дуэтов между участниками женского и мужского коллективов. Результат получился очень успешным и был представлен зрителям. Зрители приняли его на ура. Огромное спасибо нашим друзьям квартету «Дебют» в городе Кострома. И, конечно же, огромное спасибо вам родителю этого нереально крутого квартета Ларисе Корьевой, конечно же, вы просим вас на сцену. Она понравилась, но мы очень хотим вас видеть. Чтобы согреть в омациях этого человека, этого ландшинского, который делает такие замечательные песни. Ребят! Спасибо вам огромное, огромное спасибо за то, что вы согласились в стране петь и с годом 19-й пели вместе. Мы очень рады, ребята. Спасибо вам огромное, что вы приехали, что вы подарили свою любовь, свое творчество зрителю нашему, Гуйскому. Вы просто супер зрители. И вы вынеслись в долгую, да? И с приятным вам всего-то устроили. Овация, мы вам в конце. Спасибо огромное вам. Хочу сказать ответное спасибо вам за приглашение. Вы крутые, девчонки, вы очень крутые. Нам так повезло, что мы с вами дружим, работаем, мы можем вместе творить. Хотим пожелать вам, чтобы этот десятилетний юбилей был не последний, естественно, чтобы еще много-много у вас впереди было творческих дней, ярких песен и вообще, чтобы была интересная творческая жизнь, чтобы нахождение в разных городах ни в коем случае вас не разделяло друг от друга, чтобы вы находили возможность все-таки сближаться, петь, пойте и творите дальше. А мы всегда рады вместе с вами сотрудничать. Спасибо вам огромное. Артистов с успешным концертом поздравил глава администрации городского округа Городбуй Игорь Ральников. Уважаемые участницы квартиры Таджингу, дорогая Кристина, Татьяна, Ольга, Надежда, от имени всех благодарных зрителей я хочу выразить искреннее восхищение вашим талантом и поблагодарить за такой замечательный концерт. От имени всех поклонников вашего творчества я хочу поздравить вас с юбилеем, такой красивая цифра, круглая. Пожелать вашему коллективу развития и процветания. Действительно, 10 лет это уже серьезная дата и очень приятно, что несмотря на то, что время разделило вас территориально, но не разделило духовно. И вы периодически собираетесь здесь, на этой сцене и дарите замечательные песни всем жителям нашего города. Огромное вам за это спасибо. Желаю вам, чтобы время вас никогда не разделяло, чтобы вы всегда нас радовали, чтобы у вас был новый репертуар. Благодарные зрители. Желаю вам творческих успехов. С праздником, с юбилеем. Спасибо большое. И, конечно, я не могу не отметить сегодняшних ваших напарников, они не первый раз выступают на этой сцене. Огромное вам спасибо. Вы действительно подарили сегодня всем нам праздник. Огромное вам спасибо. С юбилеем. Спасибо большое. Друзья, а я предаю слово начальнику отдела культуры молодежи и спорта Светлане Николаевне Муравьевой и заместителю директора дворца культуры Ольге Валентиновне Смирновой. Ваши аплодисменты, друзья. Действительно, сегодня просто феерия. Феерия таланта, профессионализма, прекрасных голосов, молодости, обаяния, невероятные харизмы. И, конечно же, я думаю, что для нас это огромный праздник. Большое спасибо всем участникам концерта. И я думаю, что, наверное, меня поддержат зрители. Такие события на сцене нашего концерта действительно незамываемые явления. Спасибо вам огромное. Сегодня 10 лет в квартету Джинду. И это прекрасный повод рассказать вам, наши дорогие и уважаемые. Кристина, Татьяна, Ольга, Надежда. Огромное спасибо за то, что все эти 10 лет главными для вас были именно буйские зрители. За то, что все ваши новые находки, все ваши новые идеи. Вы приезжали, везли, везли именно нам. Спасибо вам за это. За то, что мы всегда видим вас на наших городских мероприятиях. Видим вас, когда выступаем на костромских сценах. И позвольте, пожалуйста, сегодня вручить вам почетную грамоту отдела культуры за активное участие в культурной жизни города Буя. И в связи с десятилетиями со дня образования народной вокальной группы Джинду. Кстати, да, в 2019 году мы с вами в очередной раз подтвердили звание народного коллектива. И это действительно тоже было очень важно в этой жизни. Пожелать вам огромных успехов. Пожелать вам все так же, таким же праздником возвращаться на нашу кульскую сцену. И добиться всего того, чего вы желаете. И, конечно же, вдохновение, вдохновение, еще раз вдохновение. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, громче, громче, вас на пресмерти. 10 лет – замечательная дата. И ваш упорный труд нам дарит просто праздник. И с каждой песней вы дарите нам частичку своего сердца, своей души. Огромное вам за это спасибо. И в дальнейшем желаем вам только процветания, только успехов. И достигайте новых вершин. Огромное-огромное вам спасибо за замечательный концерт. Спасибо вам большое. И также мы поздравляем квартет. Ну что, квартет-дебют тоже. Огромное спасибо Ларисе Курьеву. И огромное-огромное вам низкий поклон за замечательный репертуар. Спасибо большое. Мы хотим в свою очередь сказать большое спасибо нашему дорогому, замечательному Дворцу культуры. Давайте вместе поблагодарим всех, кто принимал участие в нашей концерте. И какие-то спасибо вам, друзья, друзья. И вам бы ничего не застоялось. Спасибо огромное. Друзья, поздравляем вас. Народный вокальный ансамбль «Джингл» благодарит за проведение концерта Алексея Бучнева и Валерия Сивакова. После концерта на дворцовой сцене еще долго продолжалось общение. На концерте присутствовали семьи, другие родственники, друзья, бывшие педагоги и наставники, руководители солисток. Заслуженный работник культуры Татьяна Тукмачева, 25 лет руководившая дворцом, пожелала девушкам никогда не расставаться с песней и друг с другом, какие бы расстояния их не разделяли, находить время и возможности для своего творчества. Девчонки просто супер. Мы с ними уже работаем. Не первый раз и ни на одном концерте, ни на одном мероприятии и каждый раз, каждый раз влюбляемся в них по-новому, потому что действительно они растут, а мы тянемся за ними. Ну, у них стаж уже 10 лет все-таки, а у нас всего лишь годик. Да, но каждый раз с удовольствием принимаем участие в их проектах. Ну и дай бог позовут еще. А почему годик-то? А почему годик-то больше? Нам годик. У нас обновился состав. У нас обновился состав, да, и вот этому новому составу ровно год у нас. А так, конечно, если считать в общей сложности, то три. Вы-то как смотрите на такое, на содружество, так скажем? Мы на это смотрим замечательно и с удовольствием. Нет, мы всегда рады таким творческим тандемам. Это интересно, это... Что? Подсказывайте, дополняйте. Да, вот все-таки мужские и женские голоса, правда, когда сливаются. Конечно, мы дополняем друг друга, естественно. И ждем в гости в Кострому. Я лично чувствую эйфорию. И такое чувство, когда все получилось. Вот именно то, что мы задумали, то, что мы приготовили с девочками, а мы реально готовились. Где странно это звучит, да, Москва-Москва-Буй-Ярославль? Но мы готовились реально. И встречались, репетировали. И, естественно, интернет никто не отменял. Скайп онлайн. Поэтому все получилось, да. И супер зал понравился, теплый. И так поддерживали. Бую, огромное спасибо буйскому зрителю. Ну и, конечно же, дворцу, где мы выросли и где мы образовались, как джингл. И дебют. Конечно, без дебюта бы ничего не вышло. Не было. Да, потому что наш репертуар, наш репертуар. А дебют все-таки, квартет дебют, они, во-первых, скрасили наш женский коллектив своим присутствием. Ну и, конечно, их голоса нереальные. Спасибо Ларисе Большой Акорьевой, с которой связалась Татьяна Глазкова, с которой они состыковались. И у нас получился классный актет. Я безумно довольна концертом. Это первое. Репертуар у нас, в принципе, он очень большой. И пока мы выбирали то, что мы будем петь, было очень много споров, разногласий. Хочется показать все, что мы можем. А времени в концерте ограниченное количество. И мальчики поют с нами. Поэтому нам пришлось выбрать то, что мы любим, то, что нравится зрителю. И, соответственно, Папури – это такие современные, более композиции, которые близки, мне кажется, каждому уже зрителю будет, молодежи. И именно так мы выбрали репертуар и узнали, что поют мальчика, что разбавят друг друга. В общем, получился такой классный микс, как нам показалось. Особым, наверное, украшением сегодняшнего концерта стали все-таки дуэты, наверное. Это такая вот новая фишка, что ли, сюрприз небольшой для нашего зрителя. Неожиданные дуэты. Я думаю, что получилось очень удачно. Понравилось очень работать с ребятами вот так вот в индивидуальном. Каждого послушать. И зритель с каждым познакомился сегодня из солистов дебют. Я думаю, что они будут частыми гостями в нашем городе. Я думаю, что они полюбились нашему зрителю. Скучаете по сцене? Конечно, конечно, все скучаем. Да, поэтому сюда и стремимся. И каждый раз, когда нас зовут, мы всегда приезжаем, поем. Когда меня не станет, я буду петь голосами. Моим детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таком закон сансары. Трудо ворот людей. Ой, папа. Когда меня не станет, я буду петь голосами. Моим детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таком закон сансары. Другого ворот людей. Ой, папа.